Лето традиционно, сезон отпусков, время, когда тысячи россиян выезжают за пределы страны. Одно дело запланировать поездку, оформить тур, купить билеты и даже выехать в аэропорт. Другое, не забыть проверить, есть ли неоплаченная задолженность. Весьма неприятно, когда на таможенном контроле развернут и отправят домой. Именно так получилось с Александрой. Я бы хотела уточнить, почему меня не пустили на рейс. У вас задолженность по налогам неоплаченная. Она и представить себе не могла, что есть задолженность и долгожданный отпуск придется перенести. А все из-за того, что она вовремя не оплатила налог на автомобиль. Вы не знали, что вам начисляются налоги или это не ваше автомобиль, может кто-то другой пользуется? Я не знала. Не знали, что она начисляется? Не знала, да. Я не проверяла ни сайта, ничего. Конечно, слова «не знал» и «не проверял» никак не помогут. В системе таможни есть информация, а это значит, что дальше зеленого коридора вам не пройти. Причем помахать в отпуску ручкой вы можете, если задолженность свыше 30 тысяч рублей. А по алиментам и того меньше – от 10 тысяч. На официальном сайте службы судебных приставов, введя свои фамилии, имя, отчество и дату рождения, вы можете посмотреть наличие или отсутствие у вас задолженности. При наличии задолженности вам предоставляется информация по исполнительному производству, даты и номер производства, судебный пристав исполнителя и его контакты. Как отмечают судебные приставы, на данный момент запрещены выезды за границу 165 тысячам жителей Подмосковья. Из них только 16 тысяч – должники по фискальным платежам, а 20 тысяч – за невыплаченные алименты. Причем, по словам Федорчак, из года в год цифры только растут. Стоит отметить, что налоговые службы и судебные приставы периодически проводят в аэропортах акции. Призваны они помочь выезжающим узнать о наличии задолженности. К нам приходят налогоплательщики, граждане и просят посмотреть, есть ли у них запрет на выезд из страны, есть ли у них задолженность по налогам. И, соответственно, мы с коллегами проверяем данную информацию и сообщаем об этом. Стоит отметить, что о наличии задолженности можно узнать сразу на нескольких площадках. Это сайты налоговой службы, судебных приставов. Также уточнить информацию можно в приложениях госуслуги, ФССП. При этом не стоит забывать, оплатить вы можете всегда и везде, даже в аэропорту. Но на обновление данных уйдет порядка трех суток. Так что лучше заранее позаботиться об этом и смело выезжать на отдых.